здравствуйте вы смотрите программу про здоровье в студент аль гончарова и в ближайшие 20 минут мы будем говорить о влиянии на здоровье человека гуминовых кислот для этого к нам студии мы пригласили создателя продукта и учредителя компании гуминовый исток у нас в гостях Валерий Федоренко здравствуйте Валерий Викторович и также у нас в гостях врач терапевт общей практики Михаил Бедорков здравствуйте Михаил Львович добрый день я рада вас видеть в этой студии естественно я так вижу вы пришли со своим продуктом как раз и я думаю что вы расскажете вообще что такое гуминовые кислоты наверняка не все люди знают хотя появились они были открыты по крайней мере уже очень давно но активно скажем так использовать их начали только в прошлом веке но я думаю что обо всем подробно вы расскажете нам в течение нашей программы а сейчас хочу вообще спросить а что такое гуминовые кислоты и так кто ответит давайте я отвечу гуминовые кислоты это продукта природный продукт продукт переработки растительного органического сырья органическое сырье перерабатывается и бактериями и различными микроорганизмами но гуминовые кислоты в чем их уникальность они перерабатываются тысячелетиями и миллионами лет почему потому что вот эти реликтовые слои в которых уже переработана органика до таких молекулярных соединений которые могут усваиваться и человеком и животными и растениями именно в тех пропорциях в тех значит это те кирпичики строительного материала из которых состоят наши клетки и вот гуминовые кислоты позволяют как раз это сделать восполнить нехватку вот этих кирпич строительных кирпичиков из которых наша клетка состоит это и восполняют значит поражение мембран клетки это и микроэлементный состав это и аминокислоты и много много полезных минеральных веществ которые восполняют гуминовые кислоты в организме человека это интересно а вот что касается вот как это все происходит что для этого нужно скажем так чтобы все это восстановилось действительно у человека но еще уникальность гуминовых кислот в том что это комплекс на самом деле такой высокомолекулярный комплекс гуминовых и фульвовых кислот уникальность в том что фульвовые кислоты молекулы немного покороче а гуминовые кислоты она более такая масштаб большая и они очищают организм человека очищают каким образом в организме человека возникают сбои в межклеточном веществе сбои это и накопление солей тяжелых металлов это и оксидная нагрузка и вот гуминовые кислоты позволяют как мощнейший антиоксидант выводить во-первых шлаки токсины тяжелых металлов во вторых они имеют противооксидантную активность и человек при этом ну естественно восстанавливается и так как фульвовая кислота она немного короче она проникает через мембрану клетки и позволяет выводить те органеллы клетки которые ну простым языком которые сломанные она их связывает и выводит а те вещества которые можно еще усвоить клетка она их переводит в ту форму который легко усваивается и поэтому клетка приобретает более мощную энергетику она очищается восстанавливается митохондрии а митохондрии как понятно это энергетика всего организма а уж хотел сразу спросить а их нужно принимать в комплексе скажем так фолиевые гуминовые кислоты или нет или это параллельно совершенно нет а именно этот комплекс он и фолиевые и гуминовые кислоты все в одном в одном да потому что это как раз вот именно экстракт реликтовых слоев торфянника в котором содержится и фолиевые и гуминовые кислоты хотел спросить а валерий викторович а как вообще пришли вот к тому что действительно необходим такой комплекс создать но у нас был такой профессор смышляев в рязанской области да он создал этот комплекс и делал это все лабораторных условиях и каким-то образом мне это попалось на глаза и я вылечил некоторые там болезни которые беспокоят очень долгое время потом помог всем своим знакомым друзьям вот в решении их проблем вот это уникальное средство можно сказать чудодейственное средство которое помогает организм справиться с любыми болезнями и фолиевая кислота она попадая в клетку да она ее очищает она ее восстанавливает простым языком да она ее восстанавливает вот и заряжает электроэнергией клетка одна молекула фолиевой кислоты имеет 14 тетратриллионов это 26 нулей заряженных частиц то есть это является на и энергетика мощнейшим является то есть и когда она попадает в клетку да она во всем организме находит пораженные клетки и сразу начинает заниматься этой клетки но это как примерно допустим если организм начинает получать тот продукт продукт который ему необходим от природы потому что любые все что у все что у природе есть это фолиоугуминовые кислоты все фрукты овощи все что мы едим это все фолиоугуминовые кислоты вот но сегодня они настолько там ядохимикаты разные там пестициды гербициды и так далее используется до что в чистом виде моих в организме получает и когда организм получает вот наш продукт да он начинает радоваться и быстро восстанавливать все равно что допустим разбитая крепость да и когда допустим ну что происходит допустим да во время перерыва да вот надо залатать все дыры вот организм быстренько начинает латать все дыры начинает быстренько восстанавливать все пораженные участки причем это работает таким образом что это работает мгновенно ну У организма есть определенный набор микроэлементов, которые позволяют переваривать все вещества, продукты, производимые в природе. Но сегодня в наших продуктах очень много химии. Это чистый продукт. Да, это чистый продукт. 70 микроэлементов, фулиоагуминовые кислоты. Про них все знают, про них все говорят, но очень мало используют. Это очень эффективное средство. Пока их недостаточно используют. Как всегда, определив на себе, что это действительно работает, мы собрали ученых и начали с ними работать. Сделали концентрат. И на основе этого концентрата делаем и косметику, делаем и пищевые концентраты, и питьевые концентраты, шампуни, и крем для лица. То есть, весь комплекс, я бы сказала. Полностью весь комплекс. Причем это работает чудодейственно. То есть, простым языком я буду говорить, чтобы было понятно нашим зрителям. Допустим, уходит седина, растут волосы, желудочно-кишечный тракт вылечивается. Люди отказываются просто от таблеток. А что касается кожи, если вы говорите про кремль? Кожи уходят пигментные пятна, перхоть уходит. Но, в принципе, я же говорю, что это работает на уровне клетки. Если, допустим, на уровне клетки, то есть, в любую пораженную клетку, фулевая кислота, она находит эту пораженную клетку, она попадает полностью в весь организм, во все клетки. И те клетки, которые здоровые, они просто заряжаются энергией и улучшают свою работу. А те, которые поражены, они восстанавливаются. И, в принципе, это работает на уровне онкологии и других таких болезней, которые сейчас, вот у нас очень популярные болезни. Кто употреблял во время вот этих популярных нашей болезней, практически никто не болел. Поэтому это как бы такой природный энергетик и природный, можно сказать, спаситель от всех вот этих болезней. То есть, действует еще и на иммунитет, я так понимаю. Это иммуномодулятор самый мощный. Кстати, я хотела спросить, это необходимо принимать в комплексе или нет? Или можно что-то одно? И вообще, что это такое? Биологически активная добавка или нет? Да, это можно принимать в комплексе. Можно принимать в комплексе и мазать, и пить. Лучше так, да? Курсами. Это является пищевой добавкой и лечебной косметикой. Вот, в принципе, допустим, если травмы есть, ожоги, травмы, там, порезы и прочее, да, это на глазах все заживается, короче, пол опухоли уходит и все. То есть, надо просто мазать, надо. Все очень просто. В применении проще ничего не бывает. Понятно. Михаил Львович, хотел спросить, а вот насколько вообще это действительно, скажем так, не вредно? Потому что я понимаю, что избыток, например, любой, до самого даже замечательного препарата и какого-то отдельного микроэлемента может просто влиять на человека отрицательно. Все зависит от того, какой у человека диагноз, если у него, соответственно, есть какое-то заболевание. Или просто от его иммунной системы. Значит, по поводу того, что вредно или не вредно. Здесь получается что? Я еще раз скажу, что это кирпичики для строительных материалов для организма человека. И Валерий Викторович правильно сказал. Сейчас настолько объединены почвы микроэлементами, что как раз фулевые гуминовые кислоты, они являются единственной панацеей, которая может восполнить эти микроэлементы в организме человека. Очень хорошо они могут использоваться в проблемах желудочно-кишечного тракта. Все мы знаем, что 80% иммунитета – это желудочно-кишечный тракт. А вот этот комплекс гуминовых кислот является очень сильным пребиотиком. То есть, это питание для тех полезных бактерий, которые находятся в нашем желудочно-кишечном тракте. Также, имея возможность выводить шлаки и токсины. Как я уже говорил, гуминовые кислоты работают в межклеточном пространстве. А фулевые кислоты работают в клетке. Они в комплексе выводят шлаки и токсины из организма. И этим они являются сильным противоаллергенным средством. То есть, бич нашего времени – это аллергия. И вот эти комплексы позволяют избавиться от этих проблем. Конечно, очень сильное заживление идет при помощи этих средств. И заживление не только внешних ран, но и воздействие на стенки сосудов. Потому, что стенки сосудов при различных вирусных патологиях повреждаются. И вот фулевые кислоты позволяют как раз справиться с этой проблемой. Также уходят холестериновые бляшки. Нормализуется кровеносная система человека. И, естественно, идет хорошее оздоровление. Также этот комплекс является хорошим иммуномодулятором. То есть, иммунитет человека повышается в разы. И это позволяет сделать этот комплекс профилактическим для профилактики вирусных заболеваний. Вот как раз в межсезонье то, что мы имеем. Сегодня актуально действительно. Все вирусные заболевания. Как раз осенний период особенно актуально. Хотела сразу спросить. А в сочетании с другими препаратами, какими бы то ни было. Потому, что в любом случае, человек, достигнув определенного возраста, даже и в детстве, тоже может заболеть определенными серьезными заболеваниями, которым необходимо какое-то определенное, опять же, лечение. Как сочетаются вот эти препараты все, с гуминовой кислотой, с теми препаратами вообще, которые существуют? И можно ли их сочетать? Это не лекарство для препаратов, а это просто пищевая добавка, которая восполняет полностью микроэлементный состав организма человека. Поэтому сочетать можно, в принципе, с любыми лекарствами, как традиционными, так и какими-то народными средствами. Это будет только дополнять и усиливать эффект. Замечательно. Передозировки не будут точны. Вот это самое главное. И она полностью сочетается со всеми лекарствами и со всеми пищевыми средствами. Но самое главное, да, самое главное вообще в этом продукте, то, что человек, употребляющий этот продукт, он сразу же видит результат. То есть, не надо долго ждать. А сколько времени нужно ждать? Ну, два-три приема, и все будет ясно, да. Кстати, для спортсменов это вообще великолепное средство, как энергетик. Люди, которые занимаются где-то в течение получаса, уже чувствуют какую-то усталость, когда начинают употреблять наш препарат, из зала спортивного его не выгнают, потому что два часа ему еще мало получается. То есть, энергетика повышается, мощно повышается энергетика. Организм начинает сразу же выстраивать свою систему работы с нашим продуктом. Ну, можно сказать, организм, когда получает, он начинает радоваться. И все выстраивать по-новому. Всю работу организма выстраивать по-новому. Потому что это то, что нам дал Господь. Здесь нет вообще ни одного неприродного препарата. То есть, химии никакой нет? Ни грамма химии вообще нет. Здесь все натуральное абсолютно. Сделано по уникальным натуральным технологиям, которым мы обладаем практически... Я думаю, что и в России, и в мире сегодня только мы обладаем этой технологией. Поэтому, в принципе, мы уникальны в своем роде. Хотя этим вопросом занимается огромное количество ученых. На кафедре МГУ у нас есть целый отдел, который возглавляет Перминова Ирина Васильевна, профессор, доктор наук. Мы работаем... Сотрудничаете с ним? Конечно. Мы со всеми сотрудничаем. Кто хоть что-то знает о ГУМАТах, мы со всеми сотрудничаем. У нас очень хорошая, мощная команда под руководством Артюхова, Юрия Аркадьевича. Работает профессоров, докторов наук и так далее. Мы все это создаем. Мы все это делаем исследования. Все это проверяем в лабораториях. Это очень длинная, тяжелая работа, которую мы провели на протяжении нескольких лет. И у нас уже огромное количество людей, которые пользуются нашим продуктом. Это счет уже идет на десятки тысяч. Но пока мы даже плотно не вышли даже на рынок. Пока мы еще исследуем, доводим до логического конца. Но при всем при этом, как один сказал итальянец, мои пальто продают мои пальто. Те, кто пользовался однажды нашим продуктом, потом... Сарафанное радио, я бы сказала. Сразу нужно родителей лечить, детей. Причем он от беременных женщин и до старости всем подходит. Всем подходит. Да. Ну, там есть у нас рекомендации, как это все делать. Я думаю, что вы еще немножечко расскажете о них. Я сейчас хотела спросить сразу. А вообще сколько лет уже вы занимаетесь этим? Ну, уже три года. Уже три года. Так основательно плотно. Да, основательно три года. Мы ведем научную деятельность три года. Мы занимаемся производством все это время. Часть продукции, то есть мы сами концентрат, мы производим сами. А все остальное мы это производим на контрактных производствах, медицинских, пищевых и так далее. То есть мы, в принципе, работаем вот таким образом. Но вся наука, это завязано на нас, конечно. Понятно. Михаил Иванович, хотелось сразу спросить. Вам, как врачу общей практики, в любом случае необходимо, скажем так, с разными абсолютно проблемами пациентов ваших заниматься. Вот всем прописываете этот препарат, скажем так? Особенно хочу акцентировать внимание на том, как эти препараты работают с пожилыми людьми. Есть практика, когда действительно очень существенно улучшается состояние организма, особенно улучшается кровоснабжение. У меня есть одна пациентка, я делал диагностику, вообще я занимаюсь реабилитацией человека, иммунным статусом и общим оздоровлением. Вот делал диагностику, и у нее теплые руки. Я говорю, Галина Дмитриевна, вот интересно, вот у вас руки потеплели. Она говорит, Михаил Львович, у меня кровоснабжение общее, и ноги, и руки стали теплыми, и энергия появилась. Ну, то есть, вот такие данные, их много. Мы сейчас их и систематизируем, и, значит, хотим действительно донести для людей, что это работает реально. Причем, вот именно для пожилых людей. Это и кровоснабжение улучшается, это и микроциркуляция, значит, общая микроциркуляция, это и иммунитет повышается. И очень важно, что это является и антистрессовым фактором. Она работает вот с адреналиновой группой, когда не дает выброс сильного количества, большого количества адреналина для того, чтобы унять стресс, которому мы подвержены, естественно, жизни. Любой человек, наверное, подвержен. И также очень хорошо работает на суставах, потому что вот этот противовоспалительный эффект, и чем хороши вот эти кислоты, они, значит, впитываются достаточно глубоко в ткани и имеют противовоспалительный эффект на суставах. И вот для пожилых людей это великолепное средство оздоровления. Понятно. А вот что хотел спросить, Валерий Викторович, а вот по рекомендациям, совсем немного времени остается, каковы они? Универсальны для всех или нет? Ну, противопоказаний практически нет. Универсальны для всех. Просто нужно понимать, допустим, в каком комплексе все это делать. Допустим, если вы делаете маски для лица, да, ну, просто делаете, ну, это обычная история, да. Оздоровление, омоложение, скажем так. Омоложение, да. Научше маска для лица, там, ну, и зона декольте, короче, и в принципе, через полчаса смываете, да. Потом обычный уход крем. Вот. Результат не заставляет себя ждать, допустим. Если у вас болят колени, суставы, мышцы, да, хруст и прочие все вещи, да, то есть нужно будет пить обязательно, да. Пьется от следующего раза. Чайная ложка на стакан воды один раз утром наточают. Все. Больше ничего не надо. Или вот у нас пищевой, питьевой концентрат. 30 грамм у нас стакан воды, выбиваете, все. Оно не имеет ни особого запаха, ни особого вкуса, вот, но имеет только пользу, то есть дает только пользу. Вот. Можно в комплексе, допустим, там, болят колени, мажете колени, пьете, все. Ну, в принципе, многие люди, которые начинают пить, вот у меня уже есть люди, которые по два года пьют, да, причем это доктора науки, профессора, у нас огромное количество людей. Ученых именно. Ученых, врачей, да. Я говорю, ну, вы же сами врачи-то, это самое, они нормально, врачи врачами, но природа это другое совершенно. Разумеется, медицина, это общая медицина, это, конечно, она очень важна, нужна, но надо поддерживать организм, да, вот. И, в принципе, да, сложности в применении нет. У нас есть в каждой коробке есть аннотации к применению, да, и что, как работает. Как работает с псориазом, допустим, то же самое мазать и пить, да, вот. Причем это так волшебно заканчивается все быстро, ну, просто, ну, это все надо пробовать. Дело в том, что каждый человек, самое главное, что ты не можешь ни передозировку сделать себе, да, не переборщить с этим вопросом, да, ты просто решаешь свою проблему. И когда она у тебя заканчивается, да, ты просто автоматически сам человек прекращает пить его. Потому, что все, проблемы нет, она уходит. Просто проблема забывается, скажем так. Да, она забывается, да, болела, не болит, ну, все, ну, не болит, значит, что больше употреблять не надо. Вот, то есть, продолжает, улучшения идут, ну, будет человек сам, он сам себя отрегулирует, да, мне лучше, лучше, лучше. И когда ему станет совсем хорошо, он остановится, и все. И все, и закончится. Вот, но есть такие фанатичные люди, которые не остановятся. Я им говорю, слушайте, я говорю, мы еще не проверили, если два года пить без перерыва, я не знаю, что будет. Ну, будем надеяться, что будет все хорошо. Да, говорят, нам уже все хорошо, мы даже не нуждаемся в ваших рекомендациях, мы уже сами себе рекомендуем. Для профилактики. Да, для профилактики. Спасибо вам большое, к сожалению, время нашей программы подошло к концу, но я думаю, что зрители, естественно, приняли во внимание всю информацию, которую мы получили, и понятно стало, что гуминовые кислоты вместе с комплексом фолиевых кислот, соответственно, это действительно здоровье, здоровье, природа и безопасность. И еще будущее. И будущее, конечно. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...